Всем здравствуйте! Сегодня мы разговариваем про НЛП и отношения. Мальчик-девочка, это все. Тема интересная, судя по лайкам, рекламы этой трансляции, тема людей интересует. Это здорово, это хорошо. Действительно, тема важная, тема интересная, тема ценная и в том числе поэтому, наверное, надо сказать честно, что один из путей проникновения НЛП в Россию в 90-х годах, в начале 90-х, в конце 80-х, собственно, это были так называемые декаперы. Так называемые декаперы, да. На просторах тогда еще не существующего интернета, но уже существующих более-менее глобально-локальных сетей. Были форумы, этот самый пикап а-ля по-русски соблазнения, знакомства и все остальное. Там начали появляться книги по НЛП, в применении НЛП к этому всему. И, собственно говоря, это, наверное, обозначило в том числе один из трендов. Ну да, и самое то, что тема действительно очень востребована, да, как построить отношения, как преодолеть неуверенность в общении с противоположным полом, вот, и заход с этой стороны действительно не в успех, да, Андрей? Да, собственно говоря, чего бы сейчас ни говорилось на самом деле у Капи, и чем бы он ни стал, да, к текущему времени, тогда, в середине 90-х годов, в этой среде скорее занимались именно что-то психологической поддержкой, знакомства юношей. Я так вот это назову. Самые частые запросы – это, там, страх знакомиться, это неренность в себе, это некоторое, там, даже просто непонимание того, как устроены и думают себя девушки, потому что, там, ну, они себе другие, они же, там, другой планеты, они же, как бы, разные, мы же, мальчики, это все понятно, да, вот, а вот с девочками там все не очень понятно. Причем женский пикап как-то не на случай, несколько каких-то курсов обучающих, да, вот в рамках общего направления, которые мы слышали, мы, наверное, особо не углублялись в эту тему, но даже если исходить из того, что вот в некоем пространстве о чем-то слышишь больше, о чем-то меньше, так вот, женский пикап, он как-то что-то не на волне. Интересно, почему там мальчиков обучают знакомиться, а девочек, которые как-то так сидят. Есть два объяснения, да, одно линия – это женский пикап, это крайне секретная штука, гораздо секретнее, чем мужской и прочей боевой НЛП, вариант, да. Демокисто в основе, да? Да, второе объяснение – это то, что самый женский пикап не нужен, что его не существует просто в силу того, что девушкам, женщинам это все не надо. Это объяснение, мне кажется, не вполне верным, потому что как со стороны юношей, так и со стороны девушек запросы-то есть на сложности в знакомстве, на сложности в построении, в развитии отношений, запросы на консультацию, на терапию в этих областях есть. Сложно сказать, откуда больше, откуда меньше. Действительно сложно сказать, но с точки зрения женского сообщества идея, особенно недавнего времени, до недавнего времени бывшая такой очень, нужно выйти замуж к определенному возрасту. Именно эта мысль на создание семьи даже не всегда любит необходимость до определенного возраста выйти замуж и родить детей. Это все классно, но как раз-таки именно поэтому, наверное, знание пикапа, опять же, того же, да, как выбрать себе мужчину, будущий мужа, отца, детей, это было бы актуально. Тем не менее, пикапа пришел со стороны знакомства с девушками. Да, и здесь, если говорить опять-таки реперспективно и честно, собственно говоря, тот самый начальный, начального времени пикапа в России, он был, ну, фактически, может быть, по словам, по терминологии, он, может быть, и не был NLP. Он, может быть, не все брал из NLP, но по идеологии. По идеологии пикап был настолько тесно связан с NLP, что просто вот иногда я удивился. Особенно впоследствии, особенно когда я уже, будучи NLP, мастерски, моделирование, вот это все. Когда я вспоминал некоторые дискуссии, которые происходили тогда, в самых просторах, до интернетов, как и еще, очень многие вещи были прям вот, ну, практически, в чистом виде моделирования и моделированием в подходе NLP, моделированием, что люди просто вот выясняли, создавали какие-то, создавали те самые описания, как действовать, как вот так, как вот так, там, всевозможные стили знакомства, стили общения. Выстраивали модели взаимоотношения с девушками, модели каких-то психологических механизмов, которые мешают или помогают. Всякие придумывали, в том числе придумывали, там, уже, как бы, припладной части этих моделей, да, там, всевозможные шаблоны, подходов, знакомства, всего остального. Иногда это выглядело странно, иногда это выглядело весело. Иногда это было действительно полезно. Вот, некоторых шаблонов, это казалось, да, иногда и сейчас, наверное, кажется каким-то таким бездушным, бесчеловечным подходом к женщинам в том числе, да, что сформировало негативное отношение к направлению пикапа с одной стороны и, соответственно, бросило тени на NLP подход в целом, да, в России, в то время, когда NLP в России фактически только зашло. Это тоже нужно понимать. Вот нам бы, наверное, хотелось снова вернуться к идее NLP в отношениях, вот, но с пониманием ценностей, да, каких-то важных вещей, человеческих отношений. С пониманием того, что мы принципиально всегда, да, во всех местах разделяем инструмент, причем инструмент такой широкий и богатый, как NLP, и разделяем контексты. То есть узкий контекст, пикап и соблазнение, окей, хорошо, ну, в смысле, пожалуйста, может существовать. Более широкий контекст отношений, еще более широкий контекст коммуникации, без всякого сомнения. И если мы говорим о тех самых отношениях, то многие техники NLP, многие идеи NLP, не всякого сомнения, являются нужными и ценными здесь. И во многих остальных контекстах, как и во многих остальных теклах, мы, естественно, говорим о целях, о целях, когда идет речь о том, чтобы построить отношения, за словом отношения, чего стоит. Это будет семья, если семья, то какой модели? Это будут такие средние легкости отношения, да, то тоже примерно как они должны выстроены быть. Это может быть прям совсем-совсем. легкие отношения, но тоже без описания того, что мы хотим, этого не будет. Собственно, классической ошибкой, как со стороны девушек, так и со стороны парней, является непонимание целей в этих самых отношениях, непонимание и знакомство. Если мы говорим про пикап, то там надо понимать, что на уровне декларации, например, мальчики говорили про отношения, на уровне реальности, жесткой и бескомпромиссной, они хотели гораздо более простых отношений, нежели отношения, извините за каламбу. Да, и вот такая действительно путаница, она вредит процессу любому. В результате человек просто там не достигает ни одной цели, ни долгосрочных отношений и портит краткосрочные отношения, да, то есть он в любом случае. Вот то самое понимание, прояснение, конкретика, от чего ты хочешь, имеет большое значение, как в постановке целей в любых контекстах, в том числе и в поиске партнера. Чем больше, чем более важная, чем более широкая область затронута, тем более важно нам эти самые цели вытаскивать из области бессознательного, вытаскивать в область осознанного, в область, где мы имеем возможность увидеть по шагам, увидеть вес элементов, чего я хочу, это, 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 вот так, вот так, вот так, что является для меня важным, что является неважным. А действительно ли то, что является важным, сохраняет важность? Потому что, опять же, не секрет, и это не мелко вы придумали, не секрет, что модели отношений, модели партнеров, то есть те, в кого мы являемся, те, в кого мы хотим, те, с кем нам нравится общаться и многие такие остальные вещи, те, с кем мы хотим строить отношения, это все закладывается в том числе и родительскими семьями. И кинематографом, и книгами, и какие-то моделями, может быть, семей, друзей. То есть вот оттуда, книжки, которые читали в детстве, очень много. И причем закладывается в одно время, а используется несколько в другое. Книжка про Ассоль читается в каком возрасте, а в каком возрасте начинают уже серьезно ждать Алли Паросса. Там очень многое может в ней измениться за это время. Да, совершенно верно. И можно говорить о том, что слово осознанность имеет большое значение. Андрей о нем сказал, потому что наблюдая за женщинами, которых я знаю лично, которые являются моим близким окружением, подругами, просто знакомыми, в том числе клиентками, которые приходят в женской позиции. Идея выбора партнера, она бывает такая странная, когда задаешь уточняющие вопросы, пытаешься понять, чего же человек на самом деле хочет, чтобы он это озвучил прежде всего для себя. Выясняются интересные моменты, что на самом деле чаще всего женщина хочет того, чего ей рекомендует мама или бабушка, вот что они ей там рассказывали. Она, в общем-то, к этому и стремится. А ее желания оказываются где-то в стороне. И вот осознание того, чего хотите конкретно вы, это очень важный момент в постановке цели. Вообще, наверное, это даже где-то 50% решения этой задачи. Ну и раз уж мы к целям пришли, раз уж мы пришли к пониманию того, что да, здесь цели важны, давайте немножечко в том числе поговорим и, наверное, об ошибках целей, об ошибках критериев. Как мы ищем себя в партнерах? Что происходит перед тем, как человек любится, что происходит перед тем, как человек заинтересуется? Мозг задолго до этого оценит по ряду параметров, человека примерит на какой-то шаблон, который находится в голове, и на этот шаблон при совпадении начинает включаться уже там биология, начинает включаться вся эта вот химия, которая запускает там ВАУ и все остальное прочее. Но с каким шаблоном сравнивается? И какие есть проблемы у этого шаблона? Собственно, что там происходит с ним, если он настроен неправильно? Вот те самые ситуации, которые мы выносили в описании этой трансляции, систематически находят не того, не того или не ту. То есть систематически там влюбился опять вот не та, влюбилась опять к козелу, например. Системность в этом показывает нам сразу, прямо что какая-то беда с критерием или невозможность найти. Вот каким образом звучит у людей идея встретить своего человека? Она на самом деле так и звучит. Вот когда я его или ее встречу, я сразу почувствую, или я сразу пойму, что это вот мой партнер, что он суженный, что это подруга на всю жизнь. И вот эта идея, я почувствую, где-то там меня там включит, я сразу влюблюсь, она действительно работает. Но вопрос в том, что очень скоро эти люди после прошествия какого-то времени, когда биохимия там успокаивается, буря гормонально успокаивается, они начинают смотреть на своего избранника как бы другими глазами, задаваться вопросом, где были вот эти самые мои глаза. Но когда он это почувствовал, когда он увидел человека, бессознательные механизмы сработали, сработал вот тот самый внутренний шаблон, который настроен на поиск вот именно такого человека, которого вы и встретили. Вот. И если по прошествии какого-то времени понимаете, что он не подходит вам для тех отношений, в которые вы вошли, для семьи, если вы хотите для долгосрочных отношений, но, например, подходит для того периода влюбленности, и вам было здорово, наверное, действительно, есть смысл разобраться в том, на что вы реагируете, на что включается вот та самая ваша биохимия, на какие-то фиши шаблоны? Здесь можно приводить множество примеров. Примеров из консультативной практики, из того, как люди обращаются, обращались и обращаются, из того, что вы там слышали, может быть, от... Мне нравится один пример, он такой, самый, наверное, показательный в этом смысле. Однажды обратилась ко мне девушка с запросом о том, что никак не могу найти себе мужчину. Просто говорит, нет таких. То есть просто-просто нет. Мы стали выяснять те самые критерии. Ну, а как выяснять критерии? Там-то очень просто, да, мы спрашиваем, что для тебя важно в этом самом человеке? Что ценным, что важным является? И она начинает рассказывать. Она начинает высказывать некоторое количество этих самых своих критерий, естественно, которые для нее являются важными. И там звучит, ну, их штук пять примерно там. То есть у нее там это звучало «состоятельный», там еще что-то, еще что-то и «свободный». Вы можете там как-то мысленно след за повествованием, наверное, тоже для тебя думать, так как у вас, что у вас с критериями, да? Есть некоторое количество целей. Три, четыре, пять. И вот она же их рассказала. Я говорю, хорошо, да, я выписываю основные слова. Это ценности, да, то самое, что мы говорим. Ценности, критерии. И дальше я просто уточнял у нее, говорю, ну вот, а вот говорю «состоятельный». Это говорю как? Ну, там, у которого там бизнес-машина, да-да-да-да. То есть что-то такое рассказал? Простое, понятное, сенсорное. Я уточнил, да, машина там какая, денег сколько. То есть мне она достаточно четко сказала. И причем, ну, и по ней было видно, и, в общем-то, она прямо говорила, что она там по внешнему виду способна это все посчитать, там, сутокать. Точность, то есть, не проблема, да. То есть, этот критерий через вот эту самую сенсорику, через описание, да, что, что важно, что это для меня значит, как ты это узнаешь. Эта цепочка у нее простроена, понятно, есть. Хорошо, идем дальше. А вот говорю я, то, что умный, опытный, да, вот эти вот вещи, это для тебя что такое? Он говорит, ну, чтобы он там в жизни был, как бы, мудрее меня, да, опытнее, опытнее, умнее. Хорошо, говорю я. Как ты узнаешь, что это есть? Ну, как, ну, должно быть образование высшее, ну, желательно два, да, там, три вообще прекрасно. Должен там, ну, тоже там, что-то еще изучать, там, параллельно. Вот, должен быть меня старше на 15 лет, ну, минимум на 15 лет, можно там чуть больше, ну, вот так вот, на 15 лет, это чтобы точно у него будет там багаж опыта действительно больше моего. Хорошо. Ну, опять тоже смотри, ценность мудрее, да, что это такое, как это узнавать, все понятно, все правильно, все точно. Вот в этом месте делайте всем, а девушки, девушки было, если я правильно помню, то ли 24, то ли 25, где-то в том районе. Соответственно, накидывайте 15 лет, да, уже понимаете. Вот. Хорошо. Еще пару критериев было, точно так же нормально прописаны, и дальше был, собственно, тот самый перебудный. Ну, так вот, по логике он же понятный, да, но он по логике понятный. Нам логика в данном случае не интересна, нам интересно, что у человека в голове находится, поэтому я спросил, у нас свободный, это что такое? Она задумывалась, ну, нет багажа прошлых отношений. Я говорю, ну, в смысле? Ну, то есть, чуть-чуть подетальнее, чуть поподробнее, на что она сказала, ну, как бы, не был женат, не было серьезных каких-то отношений, там еще чего-то. В принципе, логично. Ну, так-то, опять же, в горизонтальной связи, но в этом месте мы вспоминаем о остальных критериях. И я ей просто озвучиваю. Итак, говорю, ты ищешь мужчину старше 40 лет, там, за ходом, как в том анекдоте, вот сколько, да, в день, да, и у которого не было серьезных отношений. Да, говорю я ей. Она, значит, смотрит впервые в жизни, наверное, на это все под таким углом, если системно, цельно, говорит, что-то с ним не то. Я говорю, ну, просто представь себе человека, у которого там вот старше 40 лет не было отношений серьезных. Ну, как бы, при деньгах, да, при всем остальном, там, при уме. Она говорит, с ним что-то не в порядке. Ну, там, дальше могут быть любые на самом деле варианты, что если не в порядке, и дальше уже включается то самое, понятное дело, когда она видела таких людей в своем окружении, у нее включалась эта мысль, мозг привычно рационализировал это каким-то образом, и вот. Когда стали уточнять, собственно, эти самые критерии, я говорю, ну, а как, давай, могут ли они существовать вместе вообще, то есть это действительно ли адекватно, или нет, или не могут. Она посмотрела, сказала, наверное, действительно, одновременно крайне редко могут существовать, говорят, чаще, чаще, конечно же, у человека были отношения, главное, чтобы сейчас, да, вот, ну, на текущий момент, ну, и дальше там, опять же, от нее последовал ряд уточнений, уточнений, которые, скажем так, сделали уже более адекватно эту самую ситуацию, и где 40-летний человек, в общем-то, мог с кем-то встречаться до нее. но самое интересное в этой истории заключается не, собственно, в самой работе, а в том, что произошло потом. мы закончили вот это выяснение критериев. Девушка поправила свою вот эту вот самую сенсорику из головы, она нашла себе человека, которого искала, вот если я правильно помню, через месяц вот этого момента. Объяснение ровно одно. Они у нее были, ну, в смысле, они в ее ее пространстве, там, где она общалась, они в ее округе общения были, но они вот в этих фильтрах, в которых вообще никто не попадал, да, потому что или вот так вот, или вот так, или сюда, или сюда, ни один не попадал. Как только она вот здесь вот сделала в районе фильтров адекватность, туда сразу попали вполне себе нормально адекватные под ее запрос люди. Да, вот критерии оценки другого человека у нас формируются под влиянием социального окружения, да, с течением времени. Понятно, сказки, родители, как уже говорил Андрей, там, литература, кинематограф, ну, и социальное время, социальное давление, там, какие-то идеалы, которые транслируются нам, там, через рекламу, через журналы Forbes и так далее, вот, они, конечно же, формируют те самые критерии, но формируют неосознанно для нас же самих. И в тот момент, когда ряд критериев уже начинает работать, работает он действительно в виде фильтра и работает настолько быстро и настолько нами неосознаваемо, что мы просто не замечаем других людей. Они сразу отфильтровывают ту информацию, которая соответствует заданным критериям. И если в этих критериях есть противоречия, есть там какие-то нелогичные связки, есть взаимоисключающие моменты, об этом мозг не думает, потому что бессознательное все уже сделало за него. А в результате вы получаете то, что получаете. Если вас вот такие результаты не устраивают, если вы понимаете, что где-то система дает сбой, есть смысл просто пересмотреть систему. Это не какая-то сложная работа, это действительно просто анализ своих ценностей. Это нужно вспомнить, что для вас важно, на что вы готовы обратить внимание прежде всего, а что может являться даже просто незначительным. Есть много техник в интернете, когда женщины записываются на женские тренинги по привлечению идеального мужчины, где они пишут списки по 100 качеств или 100 характеристик идеального партнера. Они там настолько детально все прописывают, что в результате попадают в разного рода ловушки. Вроде бы все исполняется, но опять что-то не то. Где-то что-то упустила, не додумала, потому что на уровне логики невозможно учесть все, невозможно просто представить себе абсолютно другого человека, зная про ранее все. Это из области фантастики. И вот здесь как раз есть смысл сконцентрироваться на нескольких. Давайте говорить 7 плюс-минус 2 качества, которые действительно будут иметь значение. А все остальное это будет просто уже какими-то индивидуальными особенностями тем, что будет окружать вашего избранника или избранницу, то, что будет составлять его индивидуальность, то, что будет как раз таки ваш интерес включать и развивать эти отношения и знакомиться глупше. Да, действительно. Да, действительно. Должны быть наверное вот здесь наверное надо сказать прям может быть действительно по словам должны быть, потому что при развитии отношений, при построении отношений Юля правильно говорит все учесть никак невозможно по размеру список люди не писали. Обязательно должно будет и будет оно выяснение выяснение в процессе построения этих самых отношений выяснение в процессе общения кто что любит кто не любит выяснение всевозможных паттернов общения строки говаривания решения задач и всего остального выстраивания некоторого рапорта который собственно говоря и ну опять же да они там разные бывают дополняющие комплементарные симметричные разные какой именно будет рапорт у ваших отношений ну это вопрос в том числе вашего же опять же целеполагания здесь мы опять говорим про целеполагание потому что ну а про что нам еще говорить кроме как не про целеполагание потому что ну опять же какие отношения мы хотим строить хорошо мы прописали идеального партнера все прекрасно нет там никаких нет никаких противоречий такие люди действительно есть все классно а дальше чего мы хотим от этого человека это же еще один интересный момент наверное соответствие модели отношений или желаемых отношений в том числе во-первых с собой да а во-вторых с партнером то же там недавно 158 раз наверное в интернете попалась это сная картинка ищу ищу спутницу жизни с высшим образованием высокоплачиваемую должность разбирается в искусстве обладает своей жилплощадью красиво спортивно о себе Игорек ну это фактически даже не анекдот реальность как-то в работе с критериями на выбор другого партнера у малорезика была такая два критерия ну среди прочего списка было два критерия один чтобы я мог о ней заботиться там идея что я буду чувствовать себя мужественным сильным вот другой критерий был чтобы она зарабатывала ну там сколько-то тысяч и когда встречать где логика если она столько будет зарабатывать они сложно наверное будет заботиться так как вы себе это представляете да вот включается вот то самое сознание это противоречие и как только вы начинаете понимать да где где вы сами себя стопите да тормозите сразу поменяли кперии вы просто уже видите других людей других женщин других мужчин и построить с ними отношения вам гораздо проще потому что они действительно помогают вам реализовать ваши же ценности и вам с ними именно поэтому классно вот ну и им классно потому что вот вы такой тоже гармоничный и дарите им вот свою заботу вот так что да обращать на это внимание очень важно одна из самых старых книг мелкеров про отношения если Камерон Бендлер все счастлива изрядная часть этой книги как раз такие способы способы выстраивания этого самого рапорта внутри отношений способы договариваться в том числе о том как кто проявляет любовь или не любовь как кто проявляет заботу или не заботу если обоим партнерам внутри отношений важна любовь и забота это здорово это прекрасно и при этом главное чтобы собственно сам сенсорный формат подвления любви и заботы у них ну как-то либо совпадал либо хотя бы был понятен и об этом об этом в том числе надо договариваться об этом об этом и договариваются и изрядное количество там может быть конфликтов каких-то там семейных или начала семейных заключается в том что о таких паттернах коммуникации внутри отношений не договорено не договорено как когда я делаю вот так это что значит для меня и что это значит для нее когда она делает вот так это что значит для нее а что значит для меня какую ценность она реальирует а какую ценность я вижу за этим тот самый пример Юлия с заботой есть забота да а как я ее должен проявлять а как она это выглядит а что с ее точки зрения заботы да совершенно верно иногда давайте так что это я иногда практически всегда людям кажется что только они встретят свою половинку у них будут просто идеальные отношения в принципе потому что это половинка потому что ну так положено вот но на самом деле так не получается потому что в голове одного человека свое видение идеальных отношений у другого свое видение и если они в какой-то период времени пересекаются да это здорово хорошо когда пара чувствует себя очень комфортно друг с другом и отношения развиваются но как только вот эти пересечения начинают выходить за грань там где включается другое видение другое понимание возникают конфликты и эти конфликты зачастую возникают на пустом месте потому что люди не поговорили не выяснили что значит значит какие-то действия для другого человека и самое грустное наверное что человек сам не знает как он поймет что его видят как он сам понимает о нем заботится как он сам определит нравится ему что-то понравится ли какое-то поведение или не понравится вот поэтому для начала конечно же есть смысл просто это самим собой разобраться в своих собственных критериях разобраться в своих собственных ожиданиях один из важных моментов когда мы говорим о целях по каким признакам вы поймете что ваша цель реализована что она достигнута что это то чего вы хотели и мы там рекомендуем просто для себя определить что если я буду видеть вот это слышать вот это чувствовать себя вот так я буду понимать что да это то чего я хотела моя цель реализовалась и это классно можно наслаждаться вот поэтому как поймете что это то чего вы по каким признакам вы поймете что вот эта девушка вот та самая девушка как она должна себя вести как она должна может быть говорить как она должна себя проявлять ну или ваш молодой человек с которым мы познакомились как вы поймете что он именно тот, кого вы хотите? Как это в поведении, в словах, в невербальном поведении нравится? И в том числе, опять-таки, такая мелкая идея из старых критериев разных отношений. Потому что отношения же между мужчиной и женщиной проходят несколько ритов. Влюбленность, интерес, общая, то, что называют, где-то страсть, где-то уже потом любовь, где-то говорят влюбленность, где-то говорят длительные отношения. И это же разные отношения, люди их выделяют. Люди их выделяют для себя, выделяют их из себя, к себе, к другим. А это значит, что там могут быть в том числе разные критерии. Это значит, что человек, в которого вы влюбляетесь, и человек, с которым вы хотели прожить всю свою жизнь, ну, как-то по логике вещей, да, было бы очень здорово, если бы это был один и тот же человек. Если бы там не противоречиво, одно в другое переходило. При этом логика, эта штука хорошая, к сожалению, редко встречающаяся в человеческом мире, в психике особенно. Потому что, извините, так складывается, это про всех на самом деле. У нас достаточно хаотично заполняется мозг. Да, это так. И поэтому, что касается логики, логика там сама собой образуется крайне редко. И обычно это счастливый случай. Нередка, нередка ситуация, когда человек действительно испытывает нежную влюбленность к одному типу людей, а прожить хочет к другим типам людей. Но от этого возникает куча проблем на самом деле. Либо у человека постоянное встреча, расставание, либо у человека как-то постоянные попытки переделать другого века. Я же там в него влюбилась, сейчас мы будем вместе, и я его перепилю под того, с кем я буду жить. Или в другую сторону, я в нее влюбился, сейчас будем вместе жить, и она там, вот я ей объясню, как правильно. Всякие такие, он изменится, она изменится. Вот эти вещи. Это, ну, как-то так себе, концепция-то не работает, она в большинстве случаев. Поэтому, если у человека в голове это разные люди, ну, как бы, вот, там вариантов не очень много, либо постоянно, вот, неизвестно, что будет происходить, либо человек будет совмещать в двух разных людях, либо человеку, в конце концов, в голове нужно собрать, это как-то воедино, да, поправить, в конце концов, опять же, те же самые свои ценности и критерии, уточнить, уточнить их сенсорику, как мы будем узнавать, что мы будем узнавать. Мысль пришла, как в средневековые времена, да, период рыцарства, когда брак совершался по расчету, ну, потому что там земельные наделы, политика и так далее, но дама сердца или рыцарь проявления романтические, это разные пласты, это разные отношения. И если действительно в одном человеке можно сочетать критерии и если вы их для себя сможете логически связать, чтобы они поддерживали друг друга, не противоречили, можно тогда сказать, что вы действительно создадите свои идеальные отношения. Если возникнет какая-то логическая ошибка, если будут какие-то конфликты внутри вашей системы, то вы будете постоянно метаться. Вам и в одних отношениях будет чего-то не хватать, и в других отношениях. Вроде бы здесь вот хорошо, вот это, но не хватает одного, а в других отношениях хорошо вот это, но вот тоже чего-то не хватает. И это не проблема тех людей, с которыми вы встречаетесь, с которыми вы пытаетесь строить отношения. Прежде всего, это проблема внутри ваших критерий. И есть смысл для начала поработать именно с этим, потому что от этого будет зависеть качество вашей жизни, качество ваших отношений. И тогда вы сможете быть идеальным партнером для кого-то тоже, когда внутри гармонично будут сочетаться ваши ожидания с реальностью. Точно так же, как мы говорили о том, что можно выяснять ценности и критерии партнера у себя в голове, которые, выписывая, что важно, что это для меня значит, как я это узнаю. Точно так же вы выясняете и критерии отношений, что для меня важно, или почему, из-за чего я влюбляюсь в людей, в таких людей. Можно проанализировать, например, всех людей, которые, даже не то, чтобы в которых влюблялись, которые трогают. Даже пусть это будут даже киногерои, но просто из-за их качества, что в нем такое есть, что в ней такое есть. Опять, те же самые количество ценностей. Что это значит для меня? Какие-то фильмы вы просматриваете по многу раз, потому что вам нравятся герои. Это как раз-таки то, о чем Андрей говорит. Что цепляет, что где-то. А, Брэд Питт, вы же все равно его не знаете как реального человека. Вы же все равно его наделяете рядом каких-то качеств. Это вот те качества, которые есть смысл выписать, дать определение, что это для вас значит и записать, как вы эти качества увидите в других людях, по каким внешним проявлениям. Это существенно вам сэкономит время в поиске партнера. На одном листочке напишите, на одном листочке напишите, вот, собственно, в кого влюбляюсь. На другом листочке напишите, по такому же принципу, с кем хотелось бы прожить всю жизнь. Ну, или вот то значимое количество времени, которое вы себе на отношения включаете. Вы первый листочек пока отложите в сторону, да, и второй напишите. про то забудьте. Напишите вот это. И опять же, какие ценности, что это для меня значит, как это расшифровываю я, как я это узнаю, а потом эти два листочка вместе совместите, посмотрите. Посмотрите, ценности, взаимопереходят ли они, нет ли каких-нибудь ценностей, которые возникают вот там, потом. может быть на листочке, где про влюбленность, там четыре есть ценности, они нормальные, хорошие, речивые. Эти четыре переходят в те или другие, достаточно логично переходят в ценности человека в отношениях, но при этом там, например, еще одна ценность добавляется, ну, вот там уже в серьезных отношениях. А какая? Она откуда добавляется? То есть она тоже же, ну, она же на этапе краткосрочных, тоже должна быть уже хотя бы по каким-то пунктам видимо, хотя бы приблизительно. То есть не может быть сенсорным критерием, не может быть сенсорной проверкой идея о том, что надо пожить лет 20 с ним и проверить, как это будет. Да, это не сенсорика. Да что, нет, так и делается. Так и делается, да. Стерпится, слюбится, говорят. Хотелось бы, наверное, чтобы мы как-то имели возможность знать, чтобы вы все имели возможность. Раньше, да, раньше это понимать. Если там потом для серьезных отношений у вас, да, в критериях партнера появляются, озаботьтесь тем, чтобы вы это увидели раньше. Не обязательно спрашивать этого человека, да, ну, по крайней мере, какая-то идея, то есть нет необходимости на первом свидании спрашивать, куда пойдет нас третий сын учиться, например, да. это, лишнее. Долгосрочное планирование, что так? Спрашивать нет, но посмотреть, может быть, на кто-то человек относится к детям, чтобы уже хотя бы какие-то было понимание. Некоторые вещи можно не спросить. Чтобы критерии потом, да, чтобы критерии не возникали внезапно. Опять же, мы на курсе при практике под теми про критерии, часто приобретают вот эту грустно-юмористическую байку, что встречаются, пока они встречаются, там работают критерии вот тех самых отношений несрочных, например. Пока даже они, там, жених с невестой, у них же все равно еще это как-то, наверное, вот так вот. А дальше наступает свадьба. Ну, там, предсвадебные хлопоты не оставляют временно подумать. Сам, сама по себе свадьба это вот это, как это, двухдневный перформанс, да, причем происходящий в, там, стрессово-трансовой обстановке. Если кто на свадьбах бывал, да, вы вспоминайте, как выглядит жених с невестой, обычно там немножко вот так вот выглядит, не знаю, правильно ли я показал, достаточно ли я явно показал это, да, или сильно сгладил. И, собственно говоря, вот это вот транс-транс-транс-транс, а потом, значит, на следующее утро, да, после вот этого транса просыпаются, вообще говоря, другие люди. Просыпаются уже не парень с девушкой, просыпаются уже не жених с невестой, просыпаются муж и жена, причем просыпаются уже не в формате встречаемся, а просыпаются в формате живем, расписанной, серьезно. по-настоящему и в этот момент вместе с ней просыпаются критерии, просыпаются новые другие критерии, то есть старые, некоторые критерии остаются на свадьбе, например, где-то забыли, отдали, как забыли, отдали, вынуждены были, например, оставить, свидетелям, свидетельствовать посты еще, например, некоторые критерии могут просыпаться и там вполне возможно, что люди проснулись и в жизнь другую, и с человеком другим, да и с человеком-то другим. У нас тут просыпается махия, махия убивает жениха и невесту, махия засыпает, просыпаются новые личности, муж и жена, да, и начинаем знакомиться сначала. Собственно говоря, чтобы вот это вот, как это, снизить стресс вот в этой ситуации ты кто, так как-то и нужно заранее критерии проверить, вот хотя бы свои, да, вот в идеале, конечно, критерии еще и обсудить вместе, это вот я еще раз напоминаю, да, про эту самую книгу «С тех пор они жили долго и счастливо». Обсуждение как то, чего, да, вот с какой-то точки зрения, наверное, хорошо было, когда братья заключались в рамках одной культуры, одной культуральной среды, одной цивилизационного среза, если угодно, вот так вот, да, там как раз все нормально, там как раз с этим нет проблем, потому что, ну, давайте так вот придумаем, да, представим себе ситуацию вот старых-старых деревней даже, да, где мальчики, девочки воспитываются в одно время, там, примерно одними дни, в одном культурном связи, в одном, в одном, даже вот, там, зима, лето, вот это все, где им рассказывают одни и те же сказки, где в сказках прописаны, кто есть, кто, кто как себя ведет, как себя ведут жены, как себя ведут мужья, да, где есть некое, опять-таки, вот это вот внутри, внутри сообщества, где есть дополнительные ролевые модели, где есть в том числе показаны и способы разрешения конфликтов, в том числе, может быть, и с привлечением этого самого. Ну, понятно, что в такой ситуации нет необходимости выяснить эти самые критерии, потому что ну, и так понятно. Ну, фактически раньше роль анализатора, человека, анализирующего критерий выполняли так называемые свахи. Да, женщины, которые знают все семейства в определенном культурном слое, понимают финансовый уровень, культуральный уровень, перспективы той или иной семьи, их детей, и действительно они подбирали пары таким образом, чтобы в семье был мир, лад, чтобы вот вот та присказка «стерпится, слюбится» действительно имела место быть, чтобы она включала нужные поведенческие стратегии, потому что у этих молодых людей есть нечто общее. А сейчас мы можем сказать, что роль такой свахи выполняет NLP. Оно сейчас позволяет, используя вот такой анализ технологии понимания себя, понимания другого человека, позволяет найти вот того самого, с которым будет комфортно, ту самую, с которой будет комфортно, с которой захочется прожить всю жизнь, но опять же в основе понимания себя и навык понять другого человека. И наверное хорошо, что сейчас гораздо более часто является ситуация практически подавляющая. Большинство ситуаций, когда встречаются, знакомятся, общаются, строят отношения люди из разных культурных слоев. Это позволяет обогащать себя, другого, в целом социум, в целом мир, семью, ребенок у родителей, которые разные, но смогли договориться и выстроить отношения, ему будет интереснее, ребенку он будет иметь пример, наверное, более расширенные модели отношений, ролевые модели, паттерны, богаче будут паттерны, соответственно, дети даже без специального воспитания, без того, чтобы специально на это уделять внимание, просто находясь в среде людей разных, но гармонично объединенных, ребенок, в принципе, получит большую сложность сразу мира, в котором он воспитывает, и, соответственно, большую сложность свою, а значит, ему будет проще и договариваться, ему будет проще опять-таки тоже строить отношения, таким образом, через поколение плавненько, 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 собственно говоря, улучшается знание, качество сознания, качество мышления, качество жизни как следствие, таким образом, NLP, в том числе, в числе прочего, если родители используют, скажем, некоторые паттерны для того, чтобы разрешать конфликты внутрисемейные, будьте уверены, эти паттерны использует их ребенок, будьте уверены, он их считает, если родители используют коучинговые какие-то подходы, слова, ребенок их будет использовать, соответственно, его жизнь будет гораздо прикольнее, наверное, собственно, дети, дети, российских мелкеров, наверное, и сами мелкеры безо всякого обучения, дети, дети людей, построивших счастливые, эффективные семьи, построившие, здесь, здесь, даже и шире, уже не только про отношения, только про семьи, давайте, в принципе, говорить о том, что человек, который знает и умеет и может применять всякие разные технологии для улучшения жизни своей, жизни других, в принципе, вокруг себя распространяет эти самые улучшения и через друзей, которым он может помочь, и через детей, вне всякого сомнения, своих. Собственно, это та самая хорошая штука, ради которой мы проводим тренинги, обучаем людей науки, развиваем науки, пишем вот эти замечательные видео, трансляции, отвечаем на вопросы. напоминаю, напоминаю, что вы присылаете нам вот для тех, кто это видео будет смотреть уже в записи, не в трансляции, а в записи, вы где его будете смотреть, вот прям там под ним, можете оставлять вопросы к нему, если будут много толковых вопросов, мы будем доснимать продолжение до подветного вопроса. Оставляйте заявки на следующие видео, что бы вы еще хотели, поговорить. интересуют какие-то темы, пусть они будут даже какими-то узкими, специализированными, мы с удовольствием запишем какие-то эфиры, чтобы ответить, потому что наверняка это будет интересно и другим людям в том числе, поэтому будем рады вашим и вопросам, и темам, которые вас заинтересовали. Ну что ж, на сегодня все, спасибо, спасибо всем, прописывайте свои критерии, извольте счастья партнера отношений, счастья вам, радости вам всем любви, ну и до новых встреч в эфире НЛОП ТВ. Пока, до свидания.